Приветствую вас, мои любимые зрители, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и если вы ещё не подписались, то обязательно это сделайте, и нет, я не пропал, давненько не было видео, но всё потому, что я на самом деле сижу и играюсь в шестую Циву. Не до видео было, много сетевых партий сыграл, сыграл против компьютера, вот сейчас буду этот обзор делать, и это как раз партия на божестве за Венгрию, тоже я сыграл, тут несколько ходов до победы осталось. В общем, впереди вас ждёт обзор дополнения Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm, расскажу, что тут нового добавили, надо было разобраться, чтобы понять, хороши эти нововведения или так себе, давайте, в общем, по порядку поехали. Сразу отмечу совместимость Gathering Storm с предыдущим дополнением Ryzenfall, меня много спрашивали об этом в комментариях, всё сделано, как и в пятой Циве. Интересуются, будут ли механики Ryzenfall, например, те же губернаторы, работать, если купить только Gathering Storm, а Ryzenfall не покупать. Так вот, если вы купите последнее дополнение, то все механики и из Ryzenfall, и из Gathering Storm будут работать. Единственного, чего у вас не будет, это тех наций, которые добавлены в Ryzenfall, ну это там Грузия, Шотландия, Мапучи, Кри, ещё какие-то. То есть, если вы покупаете Gathering Storm, то все механики абсолютно, которые появились и в Ryzenfall, и в Gathering Storm, у вас будут рабочими. Только не будет тех цивилизаций, которые добавились в Ryzenfall. Три основные главенствующие механики, которые появились в этом дополнении, это изменение погоды и природные катаклизмы. Собственно, это и дало название дополнения в Gathering Storm. Мировой Конгресс, на котором выносятся всякие предложения, за которые вы голосуете, и появление дипломатической победы, исходя из Мирового Конгресса. И другая система стратегических ресурсов. Она накопительная. Об этом всё немножко дальше, давайте по порядку. Природные бедствия, конечно, очень разнообразили игру, и слава богу, не являются эдаким, знаете, наказывающим рандомным фактором. Вот появилась такая вкладка «Климат на планете». Вы постепенно ухудшаете этот климат, вырубая леса, строя разные электростанции, то есть повышая температуру на планете. И это влияет на количество всяких природных катаклизмов. Бури, причём бури разные. В пустыне это песчаная буря, зимой, в зимнем климате это снежная буря. Паводок – это разлив рек, засуха и вулканическая активность. Вот, например, здесь вы видите два вулкана Килауэ и Солипули. И они вот извергались, вот тут вот видно, что влияние на клетки произошло. Происходят бури, происходят паводки на реках, причём реки могут затоплять только определённые области, чтобы они не затоплялись, надо ставить дамбы. Ну, я не хочу сейчас делать гайд по этим природным катаклизмам. Главное скажу, что они как дают минусы, то есть, естественно, разрушаются клетки. Река вышла из берегов, улучшения на этих клетках разрушились, произошло извержение вулкана. Вот, например, здесь видите, у Финикии находится форт, но написано разграблено, на самом деле это было извержение вулкана, и оно повлияло на этот форт. Но мало того, что клетки ухудшаются, им добавляется и плюс. Вот эти клетки явно были, так как это холм, то здесь явно была одна еда, два производства. Сейчас, видите, на этой клетке нету никаких улучшений, но уже три еды и два производства. Постепенно каждый вот этот катаклизм может клеткам какой-то бонус сделать. Вот начинается буря, можем сразу сюда перейти, и написано, что население погибло ноль, юнитов погибло ноль, повышена урожайность у нуля клеток. Но здесь просто эта буря ещё не разгулялась, и ничего не сделано, будет продолжаться несколько ходов. Ну и можно посмотреть в истории событий, тоже важно. Вот, для примера, мощная снежная буря повредила шесть клеток на Панге, где-то она происходила в 1790 году. Слабое извержение Хорга повысило плодородность клеток, ну просто потому что рядом не было никаких городов. Вот здесь крупное наводнение Парана на континенте Вент улучшило восемь клеток плодородность, одну клетку повредило, и двух жителей, два жителя были потеряны. Кажется, что это всё довольно серьёзно, но на самом деле эти ситуации вносят разнообразие в игру, и не ощущаются как наказание, я уже повторюсь. И действительно, ну интересно с этим разбираться. Да, блин, разрушили район, да, его надо починить. Но, поверьте, это ощущается вот мною намного логичнее, чем когда это шпионами разрушают. Хотя это механика повреждений человеком, когда вот мы в сетевой играем, а здесь абсолютный рандом. Рандом относительно, потому что это влияет от климата, как вы его изменяете, но тем не менее, во многом это рандом. А вот что не нравится мне в этой механике, так это глобальное потепление, точнее, как оно реализовано. Когда вы начинаете использовать топливо для улучшения вашей производительности, уголь, нефть, это всё начинает влиять на уровень моря. Температура на планете повышается, вот она. Тают полярные льды, видите, потеряно 85. И постепенно вот фазы изменения климата увеличиваются и доходят до последней стадии. С каждой фазой у вас может быть затоплена одна из прибрежных клеток, а потом и вовсе потеряна. Вот здесь вы можете видеть, что вот эта клетка полностью потеряна. Вот здесь были клетки, они потеряны, можно увидеть, где-то здесь я смотрел у кхмеров, видно, что вот видите, район, тут явно были клетки, они потеряны. Прежде чем, когда вы ставите города, в начале игры на поселенце видно, какие клетки при первом повышении уровня моря. Вот видите, эта территория будет затоплена при повторном повышении уровня моря, вот эта территория была затоплена самой первой. Это всё, на самом деле, реализовано отлично. Жалко, что вообще города нельзя затопить, города не затапливаются, к сожалению. Не в этом минус. Проблема в том, что вот эта шкала начинает заполняться очень быстро. То есть, буквально с первого по восьмой этап, ну, проходит ходов 20. И всё, вот это очень быстро. И я как ни пытался во многих играх, чтобы защититься от затопления, вам надо открыть так называемую плотину. Где тут она? В компьютерах, вот она, компьютеры, плотины строятся. Вот я в этом городе построил плотину, не затопило. Но, по-хорошему, я сыграл много игр на сетевой скорости, на сетевой. Я специально шёл в плотину и не успевал всё равно построить во всех своих городах, как бы они не были хорошо развиты, как бы нехорошо у меня не была экономика, как бы я не шёл впереди всех вообще по науке. То есть, у меня такое ощущение, что в игре просто невозможно защититься от этого затопления. Тогда спрашивается, нафига мне вообще вот эти все фазы... То есть, это просто желательно не ставить города на побережье, получается, чтобы тебя не затапливали. То есть, вас опять отваживают от моря. Ну и самая главная претензия не всегда понятна с этим. Да, вот нарисованы, когда вы ставите поселение, вот эти вот значки, они показывают, что вот эти клетки будут затоплены. Но у меня вопрос, а чем вот эта клетка... Ну, ладно, здесь она выдаётся, хорошо. Вот эта клетка, почему вот эта клетка затоплена, а вот эта клетка не затоплена? Я понимаю, вот эти, где скалы. Да, вот эти скалы, понятно. Но визуально, по-хорошему, если вы не включите вот эти значки поселенца, вы не поймёте. Хотя, казалось бы, вот эта клетка, по-моему, должна быть затоплена. Вот эта должна быть затоплена. Эта должна быть затоплена. Но нет. Игра почему-то рандомом решила, что вот это будет в первую очередь затоплено, это во вторую, это в третью Ну это по вот этим, вот это будет первая очередь затопления, вот это вторая, я так понимаю И, наконец, уровень моря на 2 метра Вот эти клетки будут уходить Ну, не очень понятно, опять же, визуально, то есть просто такое ощущение, что игра рандомом расставляет на карте клетки, которые будут затоплены и всё Но вообще все эти природные катаклизмы добавили огромную долю атмосферы к игре Моя эта придирка довольно мелкая, потому что она правится патчами, это явно вопросы баланса Так, вы вырубили леса у себя, получите бурю Леса остались, бури на вашей территории обойдут вас стороной Названия гор, названия рек появились, названия континентов вот видны намного лучше, чем раньше это было прописано К сожалению, жалко, ничего менять нельзя То есть я думал, что вы вот откроете реку Вот у меня появился, где-то моя столица Будда появилась Естественно, это у нас... А, Кереш, я хотел сказать, что это Дунай Но, опять же, реки тут рандомом, исходя из тех стран, которые их первыми нашли Вот здесь у меня, видите, река Кереша, не Дунай, я хотел Дунай показать Жалко, что их нельзя переименовывать Конечно, меньше всяких матерных слов будет в сетевой игре Но хотелось бы, хотелось бы Тем не менее, это добавило такого ощущения первооткрывательства И действительно того, что мы играем на такой альтернативной земле С своими горами Ну и тем более, проще теперь говорить Вон, посмотри, там, рядом с такой-то рекой Или рядом с такой-то горой что-то происходит Глянь, в общем Атмосферные явления Реки Изменение климата Отлично Мне очень, наверное, затоплено клеток побережья под водой 79 клеток уже Ушло под воду Так мы изговняли планету в этой игре Да, поправлю сразу себя Вырубка лесов не бури призывает, а засухи Вырубили лес, получили засуху И это единственный катаклизм, который только минусы приносит Но в этом вы виноваты сами Тут на рандом рассчитывать не стоит Нету лесов, получите засуху, получите минус к вашим клеткам А вот бури, они занимают нескольких клеток и движутся по карте Ну, сейчас вам показать не могу Давайте перейду к следующему новому введению Это мировой конгресс Выглядит намного интереснее и разнообразнее, чем в пятой циве То есть, вот, например, резолюции прошлого конгресса Было три предложено Мировая идеология была принята Фашизм, эта форма правления получает универсальную ячейку политического курса Можно было, кстати, проголосовать так, чтобы эта форма правления не получила ячейку Всемирная энергетическая конвенция Запрещена мазутная электростанция, чтобы поменьше выбросов было Ну и дипломатическую победу вот себе Мали набрал дипломатических очков Выглядит лучше, возможностей здесь больше, вот этих голосований Потому что тут не только просто Тут даже, скажем так, непростое большинство решает Сейчас я объясню, как это голосование Тут используют дипломатические очки Но я сразу скажу о минусе Проблема в том, что вот эти все резолюции рандомны Я не знаю, почему это сделано в игре Но вы не можете предложить на конгресс Даже, ну, ладно, все Понятно, что не могут все цивилизации предложить на конгресс Но в пятой циве было два лидера Почему здесь вот не сделалось, что два лидера по дипломатическим очкам К началу конгресса, предположим Предлагают какие-то резолюции Или три лидера Вот видите, тут три резолюции Значит, три лидера предлагают какие-то резолюции Которые им интересны Нет Здесь просто обычный рандом Эти резолюции предлагает Так мало того, вы даже не знаете, какие будут предложены Вы не можете подготовиться к конгрессу То есть спрашивается Зачем мне накапливать дипломатические очки Если могут быть такие резолюции Которые мне просто неинтересны И они вообще ни тепло, ни холодно делают И ты не можешь играть через этот самый конгресс Ну, понятно, дипломатическая победа может быть Но вот используя резолюции конгресса Ты не можешь планировать свою игру Это очень странное решение, честно говоря Я реально считаю это минусом Ну, тут вот уже принятые резолюции Которые сейчас работают в течение 10 ходов Откуда получаются эти дипломатические очки? В первую очередь это от городов-государств Вот видите, у меня плюс 21 влияние Видите, плюс 5 от сюзеренитета То есть, когда вы сюзерените какой-то город-государство Вот Антона Нарива, например Я получаю с него, сколько здесь? Плюс одно к мировому влиянию Дипломатический бонус от сюзерена Кроме того, я получаю очки дипломатического влияния От правительства Каждый уровень правительства Видите, одну очку влияния в ход, два очка в линии в ход, три И сейчас у меня правительство последнего уровня Кстати, еще замечу, что появились, видите Новые правительства еще одного уровня Дальше более современные Ну, это просто увеличенное дерево социальных политик И технологическое дерево И от союзов тоже капают какие-то дипломатические очки постепенно И вот вы можете это все использовать потом Для голосования в Конгрессе Еще раз повторюсь Предложения абсолютно рандомные И это, честно говоря, делает Конгресс очень, ну, странным решением Кроме того, на сетевой скорости на данный момент Дипломатическая победа просто невозможна У меня есть ощущение, что они, Конгресс не отскалировали по скорости На сетевой скорости игры вы никаким образом не сможете набрать Необходимые 10 очков дипломатии для победы Видите, чтобы победить дипломатически, надо набрать 10 очков Дают очки дипломатии некоторые чудеса Также некоторые технологии Видите, морские поселения и социальные институты Но самое главное, где вы набираете очки Это вот это самое голосование И вот тут, видите, Мали Муса Манса Муса за себя проголосовал Получил 2 очка дипломатической победы Но на сетевой скорости вот эти голосования Ну, дай бог, если 2 раза пройдут Я очень редко видел 3 раза То есть вы никаким образом не сможете до того, как кто-то улетит на корабле Даже если все всегда будут голосовать за вас Добрать эти дипломатические очки Так что опять ждем патчей В сетевой игре эта фигня не работает, к сожалению Ну и подошел к третьему важному изменению К механике стратегических ресурсов Которая поменяла в корне ведение войну в шестой цивилизации И сделала ее более вменяемой Многие говорят, что вот вернулись к пятой Нет, абсолютно не согласен Это другая механика По-моему, интереснее и глубже Итак, теперь стратегические ресурсы докапливаемые Вот смотрите Например, вот у меня рудник на селитре Селитра 2 в ход Обычно на каждом ресурсе это 2 ресурса в ход добывается Там есть некоторые нации, у которых больше Какие-то карточки Я не буду выдаваться 2 селитры в ход В начальных условиях при прочих равных У вас есть ограничения в 25 ресурсов, которые вообще можете накопить То есть 2 ресурса в ход и предел 25 Каждый юнит, опять же повторю, без карточек На сетевой скорости Вот, например, начнем с всадников Стоит 20 единиц лошадей Карточки, которые там снижают на 50% Делают их 10 Ну вот, предположим, мы поставили карточку То есть мне надо В начале игры, чтобы построить всадника Использовать 10 единиц лошадей Для того, чтобы он был построен У вас предел 25 То есть вы можете в двух городах То есть только двух всадников построить То же самое касается и апгрейдов В начале, вот, как помните Какая была раньше Какая раньше была стратегия Вы строите кучу юнитов начальных Обычно это тяжелые колесницы Но по-хорошему надо всех Разнообразных построить И дуболомов там И всадников тоже строили И катапульты И потом, по мере выхода Например, у вас там Не знаю 21 тяжелая колесница Которая не требует вообще денег на содержание Между прочим, когда вы карточку поставите Потом вы выходите в танки Радостно все Эти Колесницы Аппаете в танки Достаточно, чтобы у вас был Один ресурс нефти Хотя бы где-нибудь И сносите ближайшего соседа Теперь так Не получится Во-первых Начальные юниты Да, вот Туболомы Коляски Копейщики Лучники Они не требуют ресурсов Но Все дальнейшие юниты Требуют ресурса Для апгрейда Правда, кроме Опять же Пикинеров И Стреляющих Вот юнитов Арбалетов Там пушек Но они послабее Все равно будут Если вы решите Пройти по той же Стратегии Как раньше И выйти в танки Вы с удивлением Для себя обнаружите Что танк требует Одну единицу нефти И одну нефть в ход Если вы Не построили Военные лагеря Которые как раз Повышают лимит И предположим Вы вышли в нефть У вас там Даже у вас пускай Куча нефти Но у вас Этой нефти 25 штук Всего лишь И вам надо Апнуться в танки Вы апаете Там Своите Вот 18 18 Танков Вы их Предположим В армии Поставили То есть Это будет 3 нефти 5 штук Апаете И видите Что у вас Пошла нефть В минус Содержание Танка Требует Видите Топлива Нефть Один вход Пошла в минус Как только У вас Стало не хватать Нефти Ваши танки Получили Минус 20 К силе И вы уже Нападать Никого Не можете Я уже Видел Комментарии Что мол Вот это Ограничение Для Вармонгеров Они Нападать Не смогут Нет Это на самом деле Развитие Темы Военных Лагерей Что раньше Делали Ставили Один Ну два Военных Лагеря Для того Чтобы набить Очки Великого Генерала Ну или там Перекрыть Проход К себе Где нибудь Чтоб Не влезли И все Сейчас Военные Лагеря Это Главное Источник Увеличения Лимита На ресурсы Если вы Планируете На кого-то Нападать Теми же Танками То вам Явно Не 25 Нефти Надо А намного Больше Ну я даже Не танки Говорю Там Другие Юниты А увеличение Этого Лимита Только В военном Лагере Каждое Здание Сам по себе Военный Лагерь Ничего Не дает А вот Каждое Здание Видите Написано Предел Накопления Стратегических Ресурсов Увеличивается На 10 Конюшня Оружейная И военная Академия Все 3 здания Это плюс 30 То есть Как минимум Вам надо Построить Все здания В военном Лагере А так как Вначале У вас Подобного Невозможно И как Вот была Например Стратегия Опять же Выйти в рыцарей Вначале И напасть на людей Построить кучу колясок Выходим в рыцарей Вот они Апаемся в них И всех сносим Теперь каждый рыцарь Под карточкой На наемников Ну Не думаю правда Что могут быть наемники К рыцарям Открыты Ну предположим Предположим Открыты Там что-то скульптурой Офигительное Вам будет требоваться 10 железа На апгрейд Каждого рыцаря И если у вас А для нападения Хотя бы Штук 6 рыцарей То есть Вам надо 60 железа И вот это ваше ограничение В 25 Уже не срабатывает Вам надо как минимум Значит Давайте посчитаем Ну Наверное 4 военных лагеря С конюшнями поставить Да 4 или 3 или 4 военных лагеря У вас должно быть обязательно Для этой атаки И Вот вы это сделали Построили Видите что соперник Не строит военные лагеря И вы понимаете что Когда вы придете к нему рыцарями Он Не сможет Даже если у него есть железо Даже если у него есть технологии Он не сможет выставить против вас Такое же количество юнитов Просто потому что Он не догадался Этот лимит Себе увеличить Это Открывает намного больше глубин Для тактических действий Вы например планируете Не просто нападать в город Захватывать Но вы Исследуете территорию соперника Ищите где у него железо Чтобы например Там Тремя юнитами Отвлекаете его Основные силы А остальными Бежите И грабите Этому железо Чтобы он вообще Не смог в принципе Построить Рыцарей Там или Проапгрейдить Так что я считаю Что это Система Стратегических ресурсов Вот это Накопление И использование Это Очень Интересная штука И теперь вот мы играем Без всяких запретов Например Раньше ядерке Запрещалось Там какое-то Ограничение Сейчас очень сложно Накопить кучу ядерок Чтобы всех закидать вокруг Это просто Практически нереально Смотрите Ядерное устройство Требует 10 урана И требует уран На содержание А термоядерное Требует 20 урана А тут И вы никакую карточку Уже не поставите Чтобы это использовать Кроме того Появились новые юниты Видите Огромный боевой робот Он требует Одну единицу На создание Но 3 И при этом урана Вход На содержание Это, кстати, очень крутой юнит Тоже как-нибудь В ФФА посмотрите И теперь нету смысла Вот какие-то ограничения Делать с ядерками Да, они до сих пор Не перехватываются Хотя, кстати, мы и не пробовали Может быть и починили Между прочим Просто никто не пробовал Дело в том Что вы просто Их не построите Так много Вы не сможете Закидать весь мир Ядерными ракетами Это довольно тяжелая штука Хотя, может быть Все равно Какие-нибудь ограничения Но Это уже не то Что раньше было Когда Тот, кто первый Вышел в ядерок Настроил их В 20 штук И давай веером Нет, у вас есть ограничения Вы не сможете накопить Столько урана Чтобы всех Забрасывать То же самое касается Всех остальных Юнитов Вы не можете там Выйти в танки И арту Просто потому что Апгрейд Сначала катапульты В бомбарду Требуют 20 единиц Селитры А потом Апгрейд Бомбарды В артиллерию Требуют Нефть И нефть Вход на содержание Это все очень дорого Но Здесь опять Есть претензии Правда Не к самой механике А к генерации карты Сколько мы сейчас Уже поиграли Игр Я вам скажу Что генерация Просто отвратительная У меня была Одна сетевая партия Где Из всех Стратегических ресурсов У меня было Только железо И лошади Все У меня не было Ни угля Ни селитры Ни нефти Ни алюминия Ни урана Хотя территория Была большая То есть Вопросы к генерации Есть Теперь давайте По мелочам Пройдемся Поправили интерфейс Ну понятно Что Для этого Наверное даже Не надо дополнение Покупать Я думаю что Он и Без дополнения Будет исправлен Например Вот появился Вкладка Ресурсы Наконец-то Вы можете Посмотреть Вот у меня Там нужен Селитр Например Открываете И видите У кого это Селитр В каком количестве Есть сразу Какой-то редкий ресурс С кем-то Поторговать Пожалуйста Но опять же Проблема Дело в том Что тут не показывают Например Если я шелком Уже торгую С периклом Мне это не будет Показано Почему Это сложно Реализовать Я не знаю Добавили Аллилуйя Наконец-то Очередь постройки Но она опять Сделана неудобно Значит Я не могу Просто как раньше Было Во всех играх Цивы Вы просто Зажимали Shift И нажимали Вот что-то Добавить В очередь Сейчас Нифига Это нифига Не работает Вам надо Сделать Два клика Обязательно Открыть Очередь И только Потом Нажать То что вы Хотите В очередь Добавиться И вот здесь Она добавляется Можно Перетаскивать Вот так Но Тем не менее Это Менее удобно Чем Было Когда-то Мне в комментариях Сказали Что это Скорее всего Для того Чтобы на планшетах Лучше Работало Зато есть Общая очередь На все города По-моему Тоже удобно Вот это Можно Действительно Очень неплохо Использовать И проще Становится Жизнь Добавили Юнитов Так У тяжелой И легкой Кавалерии Появилась Еще одна Ступень Апгрейда Так Всадники Не апгрейдятся Сразу В кавалерию Где тут Кавалерия Вот она А По пути У них Есть еще Такая Ну тут Черная армия Это уникальный Юнит Просто У Венгрии На самом деле Они Заменяют Летучий Отряд То есть Сейчас Всадники Апаются В летучий Отряд И потом Только в Кавалерию То же самое Касается И тяжелой Кавалерии Тяжелая Колесница Апается В рыцарей А потом Есть Вот На уровне С кавалерией Такие Кирасиры Вот в них Апгрейдятся То есть Это все Более К интересному Развитию Привели Жалко В другие Да Другие У других Юнитов Не добавили Да Еще У скаутов Кстати Добавили Развитие Скауты Апгрейдятся Где-то Вот Машиностроение Стрелков Разведчиков И потом Только Еще В рейнджеров Мне кажется И для других Юнитов Тоже стоило Где-то тут Что-то подобное Ввести Но Но нет Появилась Железная дорога Которую строят Военные Инженеры Бонус У нее Один Юниты По ней Намного Быстрее Передвигаются Ну вот Видите Я тут Ее настроил Кучу Но Честно говоря По ощущениям К тому Времени Игры Когда Вы строите Эту Железную Дорогу Она Не так Уже Сильно Нужна С другой Стороны Она Не требует Никаких Зарядов У военных Инженеров Если Вы Военные Инженеры Приобрели Хотя бы Для того же Форта Чтобы построить То Штука Неплохая Зато Появились Проходы Сквозь горы Вот Видите Такой Иконкой Отмечаются Тоже Военные Инженеры Строят Правда Тут Они Заряд Используют Это Вот Такие Тоннели Вы Можете Проводить Тоннели Между Городами И Можно Будет Через Горы Нападать У Инков Это Даже Способность Такая Специальная Которая Раньше Появляется И Есть Каналы Для Городов Вы Можете Как Район Правда Он Не Требует Жителей Построить Канал Вот Из Озера Здесь Вот Эти Две Клетки Соединить И Из Дьера Можно Будет Выплывать В Открытый Океан То есть Все Вот Эти Озера Можно Соединить С морем И Спокойно Юнитами Выплывать Нападать Все Очень Правильное И удобное Изменение Увеличилось Технологическое Дерево На Целую Эпоху Терри Эпоха Будущего Называется Вот Раньше Она Здесь Заканчивалась Теперь Тут Есть Технологии И Они В каждой Игре Случайным Образом Тут Располагаются Они Могут Быть По другому Между Собой Связаны И Не Видно Как Они Расположены Тут Такие Знаки Вопроса Видно Что Дальше Только Открыв Вот Соседнюю Технологию Когда Вот Эти Технологии Открыли Вы Увидите Что Тут Есть Дальше И Соответственно Тут Тоже То же Самое Касается И Цивиков Будущего Социальных Институтов То же Самое Ну Вот Видите Вот Такой Вопрос Ведь Тут Закрыто Я Не Увижу Пока Не Открою Доктрину Умной Силы То же Самое Но На самом Деле Я Не Считаю По Ощущениям Не Очень Правильно Потому Игра Теперь Ощущается Несколько Затянутой Потому Что Нету Контента Вот Для Этого Эпохи Эпохи Будущего Тут Просто Какие-то Ускорения Карточки На Ускорение Здесь Карточки На Ускорение Научной Победы В принципе И Все И Улучшение Для Этого Человекоподобного Робота Кстати Есть У меня Тут Где-то Да Вот У меня Тут Аж Два Человекоподобных Роботов Воюю С Финики А Нет С Монголами Воюю С Монголами Очень Очень Неплохо Работают Ребята И В конце Игры Конечно Без Них Не Обойтись Ну Прикольно Это По-моему Лучше Чем Икс Комы В Моем Представили Но На самом Деле Это Такая Фантастика Потому Что Человечество Явно Не Пойдет По Пути Создания Человекоподобных Роботов Но В целом Улетать Дольше Стало И Это Не Так Весело На самом Деле Как Хотелось Бы Ну Что Еще Отметить Обиды Нации Заменились На Претензии Объявить Внезапную Войну Это 150 Претензий Если У вас Какой-то Другой Повод Оно По-другому Используется Но На самом Деле Это Чисто Как Знаете Как Весы Такие Которые Показывают В чью Пользу Ваши Отношения Между Собой В данном Случае У меня 22 Претензии В сторону Кахмера То есть Он Ко мне Хуже Относился Чем Я К нему Со стороны Кореи К нам 146 Претензий То есть Это Она Ко мне Я К ней Хуже Относился Чем Она Ко мне Но В плане Трат Каких То есть Вот Чтобы это Использовать Где-то Этого Нет Это чисто Знаете Как Такое Показатель Того Как Вы Между Собой Относитесь Но Вот Чтобы было Ощущение Что это Как-то На игру Влияет Что Как-то Компьютер Стал По-другому Себя Вести Нет Даже Скорее Ощущение Что Компьютер Как-то Более Миролюбивый Что ли Стал Ну И Я О них Отдельное Видео Делал И Лучше К вам К ним Прийти И посмотреть Просто Отмечу Что их Новых Наций 8 штук Новых Лидеров 9 штук Вот Венгрия За которой Играю Лидер Матеуш Первый Корвин Маури С лидером Купе Канада С лидером Вильфридом Ларье Инки С лидером Пачекуты Мали С лидером Мансамусо И Швеция С Кристиной Атаман И Сулейман Финики С Дидон И Лидер Алиенора Аквитанская Которая может быть Лидером Либо у Англии Либо у Франции Понятно Что добавили Новые чудеса Природы Добавили Просто Новые чудеса Несколько Новых технологий Не просто В конце Вот Ну например Здесь Между картографией С судостроением Контерфорс Есть Есть там Цивики Новые Ну это все мелочи По хорошему Это особо На игру Не влияет Я вам рассказал Что влияет На игру И по моему Дополнение Стоящее Оно Развивает Сидмейр Сивилизейшн Сидмейр Сивилизейшн 6 Другое дело Что стоимость Конечно Великовата Очень жалко Что Фераксис Вот таким образом С нас Деньги Собирает Если посчитать То Сколько заплатили Те люди Которые Без Скидок Купили Оригинальную Игру Потом Оригинальный Разинфол Потом Оригинальный Газелинг Сторм Я считаю Что это все таки Многовато Многовато Ну тут Новые улучшения Конечно Есть Которые Можно Ставить Там Геотермальные Электростанции На геотермальных Источниках Ставится Ветроэлектростанции Здесь вот Есть Купола Морских Поселений Тоже Это все Делается Но В принципе Три главных Нововведения Которые Меняют Всю игровую Механику Это Климатические Изменения И Катаклизмы Это Накопление Стратегических Ресурсов Конгресс Вот такие У меня впечатления Об этом дополнении Конечно Возвращаться к игре Без дополнения Мне абсолютно Не хочется Мне интересно Играть в Газеринг Сторм Ну а Покупать Или нет Это решать Уже вам Я постарался Рассказать Все что Знаю К этому моменту Спасибо Что смотрели Ваши дополнения И Правки Конечно же Приветствуются В комментариях Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok